Болткомер Да, и я так понимаю, что резолюцию, которая собиралась принять, я надеюсь, в Совете, в Организации именных наций, резолюция, связанная с борьбой с фейковыми новостями, это такой бич, эпидемия. Я сейчас не хочу ни какие-то конкретные страны называть, может быть, не проводить какие-то там параллели, но вообще мы живем параллельно все время не только с вирусами, но и живем вот с этими фейковыми новостями, особенно социальные сети стали такой вот замечательной почвой для распространения такой лживой информации на русском языке говорить. И иногда вот авторы вот этих фальшивых новостей настолько уже научились все это красиво упаковывать и маскировать, что иногда нужно очень постараться, чтобы действительно понять, что это вообще ложь. Так что это такая вот одна из глобальных проблем, кстати, пандемия только подстегнула вот эту эпидемию, тоже пандемию фейковых новостей, и я думаю, что мы об этом тоже сейчас поговорим с представителем Латвийского Министерства иностранных дел Виктором Макаровым. Я понимаю, что он пытается к нам подсоединиться посредством зума. Сейчас попросим нашего звукоежиссера связаться. Нет звука, да? Мы видим только картинку. Но должен быть. А, вот. Должен быть звук. Да. Виктор, вы нас слышите, да? Картинка тоже. Да. А вот теперь идите. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Виктор, доброе утро. Я знаю, что в Организации Именных Наций интересная была резолюция, и Латвия тоже участвовала в подготовке этого документа. Давайте обо всем по порядку, о подготовке документа, почему вообще возникла такая необходимость на самый такой высокий глобальный международный уровень поставить эту проблему. Апик, давайте начнем именно с почему. Да. И вы в введении достаточно детально уже рассказали о том, что то, что мы раньше называли дезинформацией в контексте пандемии, стало совершенно, очевидно, опасным. То есть ситуация, когда люди пользуются непроверенной, неверной информацией, касающейся здоровья, это может вести к потере человеческих жизней. И, собственно, из-за этого и произошел, наверное, такой сдвиг в понимании этой проблемы за последний год. Стало понятно, что это не просто какие-то обмены мнениями между разными странами или внутренняя проблема. Это действительно глобальная проблема, и ее надо как-то решать сообща, несмотря на все разногласия в прочих сферах международной деятельности. И именно поэтому Латвия инициировала, стал одной из странов-инициаторов такой резолюции. Но я хотел бы добавить, что это не первая, собственно, наша работа в этом направлении. В прошлом году мы стали инициаторами такого заявления о необходимости бороться с инфодемией, то есть дезинформацией в контексте пандемии COVID. И к этому заявлению присоединились 130 стран-членов ООН. Это больше двух третий. Это такое магическое число, которое означает, что заявление поддерживает очень большая группа стран. И следующий шаг – это уже вот эта резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о всемирной неделе медийной и информационной грамотности. Я мог бы, если хотите, отметить, что там самое важное. Да. Обязательно. Да. Ну, текст, на самом деле, я вот прочитал документ и вспомнил опять этот замечательный стиль документов ООН, где очень подробно излагаются причины, по которым этот документ создается и так далее. Очень красиво и интересно, рекомендую желающим посмотреть. Но что нового здесь? Медийная грамотность, как таковая, не в первый раз. Медийная грамотность в ООН, ну, как минимум с 2008 года существует. И с 2011 года у нас есть вот эта всемирная неделя медийной и информационной грамотности, которую мы в Латвии отмечаем регулярно последние недели октября. Но эта резолюция связывает медийную грамотность с проблемой дезинформации и говорит, что с помощью медийной грамотности надо бороться с проблемой дезинформации. Вот это новое. И еще одна дополнительная деталь – бороться с этой проблемой должны не только государства и не только учреждения и организации ООН, но и частный сектор. Когда мы говорим «частный сектор» в этой сфере, мы прежде всего думаем о наших любимых или не очень любимых социальных платформах, фейсбуках, твиттерах и прочих, наверное, все не стоит называть здесь. На них тоже лежит ответственность за то, чтобы помогать своим пользователям отличить, где достоверная информация, а где информация недостоверная, к которой нужно относиться осторожно. Вот эта вот связь с дезинформацией и с ответственностью социальных платформ – это то новое, что мы привнесли. И, кстати, я хочу сказать, что эта резолюция принята единогласно. У нее 96 стран-спонсоров, но такие главные страны были Латвия, Австралия и Ямайка. Вот я хотел такой вопрос задать, который, может быть, не у дипломатов возникает сразу же. При всем уважении к ООН мы знаем, что в последние годы эта институция, не то слово, не русская организация, не отличалась особой эффективностью. Это, наверное, может быть отдельный разговор, отдельная проблема. Возможно, вам, как дипломату, неловко об этом говорить, но, может быть, действительно, достаточно было принять такую резолюцию на уровне Европейского Союза, НАТО, ну, те организации, которые более эффективны, да, и которые имеют, кстати, какие-то инструменты для внедрения тех или иных резолюций, ну, Европейский Союз, к примеру. Ну, на самом деле, ничего неудобного нет в дискуссии о том, насколько эффективна организация Объединенных Наций. Действительно, иногда хотелось бы, чтобы была более эффективной, но надо быть реалистами. Это, с одной стороны, совершенно уникальная организация, в которой все страны, независимо от формы правительства, независимо от внешнеполитических установок и так далее, и то, что все страны хотя бы на словах соглашаются, например, с такой резолюцией, это все-таки достаточно важно. И, конечно, от такой организации мы не можем ожидать, что вот сегодня приняли, а через неделю комиссия, давайте посмотрим, ну, кто там справился. Так оно не бывает в жизни. Это не только проблемы с медийной грамотностью. Точно так же мы бы, наверное, хотели, чтобы в мире не было войны и был бы только мир. Таких резолюций тоже много. Ну, понятно, что не все они одинаково успешно притворяются в жизни. Но что важно, что уникального в этом форуме? Это все-таки определенная установка ценности. То есть, чего мы хотим, какая наша цель. И вслед за такой резолюцией, например, ЮНЕСКО, которая является организацией системы ООН, так мы говорим, это не филиал, но относится к той же системе, ЮНЕСКО может делать что-то более конкретное для того, чтобы вот эту резолюцию осуществлять. Не было бы такой резолюции, не было бы, наверное, ясности ЮНЕСКО, вот надо это делать или нет. Теперь, например, ЮНЕСКО может, я надеюсь, например, организовать еще дополнительные семинары для журналистов о том, как заниматься проверкой фактов. Вот это такой простой конкретный пример, к которому мы, кстати, Латвия причастны. Латвийская эксперт проводила семинар недавно, еще в период, уже в период ковида, для центрально-азиатских журналистов именно о проверке фактов. Это технология. Как журналисту справиться с объемом информации и убедиться, что ничто не превращается в искажение и так далее. Совершенно практическая, конкретная вещь это произошло благодаря тому, что у ЮНЕСКО есть программа, направленная на обучение журналистов в этой сфере, но вытекает это из вот этих вот больших декларативных документов. Так что эта вещь не бесполезная. И, конечно, другие организации, в особенности Европейский Союз, это действительно те форумы, где нужно делать очень много, и это практическая работа конкретно. По поводу Европейского Союза я могу сказать, что у нас есть сейчас два документа основных, которые, в общем-то, развивают эту тему борьбы с дезинформацией. Это европейский план действий для демократии. И второе – это проект дигитального поколпоема акта. Это по-русски будет правовой акт о цифровых услугах. Цифровых услугах, да. Я напомню, с нами на связи Виктор Макаров, координатор МИД Латвии. Я вот не знаю, есть такая, может быть, резкая параллель, но тем не менее, что до появления социальных сетей не все, желающие распространять в том числе какие-то свои фантазии или лживую информацию, имели доступ к медии. То есть был определенный фильтр, были журналисты, была, не знаю, даже в хорошем смысле самоцензура, когда человек понимал, что все-таки он несет ответственность за то, что он вещает или пишет. И он проверял факты, перепроверял соответствующие законы по-прежнему действия в отношении средств массовой информации. Потом, когда появились социальные сети, я бы это сравнил с оружием. Представим, что в какой-то момент оружием могут все пойти купить в магазин, как, не знаю, там пиво или лимонад или хлеб. Вот пришли, взяли кольт и пошли на улицу. Вот сейчас каждый может стать, не знаю, себя назвать представителем медиа, ну, назвать-то можно, да, блогером, вот, и в результате получается, что вот это вот… Независимым экспертом. Да, и вот это, получается, две крайности. Или поле совершенно бесконтрольное, да, и ты только успевай, вот, скажем, вычленять эти вот фейковые новости. Или, наоборот, зарегулированное. Мы видим, что сейчас появляется, наоборот, много информации о том, что вот взяли комментарии, кого-то заблокировали, даже государственные учреждения, казалось, безобидные комментарии, то есть уже, видимо, подключены вот эти вот роботы в Facebook и начинает вычленять, по отдельным словам уже вводится такая цензура, то есть мы от одной крайности в другую. Что с этим делать? Вот что опыт вашей анализа вот этой медийного пространства говорит? Габик, это основная на сегодня дилемма, связанная с нашим информационным пространством, не только в Латвии, не только в Европе, по всему миру. Действительно, с появлением интернета и с появлением социальных платформ все мы получили громадную свободу. Мы получили свободу не просто говорить, но быть услышанными. И кто-то, безусловно, не просто кто-то, а многие актеры, в том числе и государства, некоторые пользуются этим и играют крапленными картами, скажем так. Здесь нет простого решения. К сожалению, действительно есть две крайности. Одна – это вообще ничего не контролировать, и пусть все идет самоходом, но такого тоже нет. Мы понимаем и нет особых дискуссий, что есть виды речи, которые никогда в цивилизованном обществе не будут разрешены. Мы не хотим видеть язык вражды, мы не хотим видеть использование детей и так далее. Другая крайность, конечно, а давайте сейчас государство начнет регулировать, что можно, а что нельзя. Это мы тоже не хотим. Вот ответственность мы хотим, а цензуру, наверное, не хотим. По крайней мере, я точно категорически против этого. Поэтому сейчас есть попытки как раз нащупать такой баланс. В конечном итоге вопрос о том, кто должен иметь право решать. Одни платформы будут сами для себя удобные правила определять. Вот они определяли несколько лет подряд удобные для себя правила, и мы видим, что это ведет к большим проблемам. С другой стороны, мы не хотим, чтобы государство просто издавало закон и говорило, вот это вы обязательно должны запрещать, а вот это вы должны обязательно разрешать. Так оно тоже работать не должно, потому что все-таки мы хотим, в принципе, главное, сохранить право свободно высказываться, но в рамках определенной ответственности за людьми, за пользователями платформ. Поэтому именно то, что сейчас пытается создать Европейский Союз, это система, скажем так, требований к платформам социальным, которые налагают определенную ответственность и налагают определенную транспарентность. То есть мы должны видеть, что делают платформы. Когда вы говорите, что у кого-то снимают пост с Фейсбука за какие-то слова, должно быть сразу ясно, что Фейсбук разрешает, что Фейсбук не разрешает. Например, ругаться. Разрешается или нет? И тогда люди, соответственно, могут решать, хочу я быть на Фейсбуке, не хочу, буду я это правило соблюдать, не буду. То есть должна быть предсказуемость, транспарентность, и мы должны знать, что платформы делают для того, чтобы бороться с тем, что на платформах быть не должно. Например, когда ботам, то есть автоматам практически позволяют притворяться живыми людьми. Мы, наверное, все согласны, что это несправедливо, так быть не должно. Мы хотим знать, что платформы делают. Не просто, а мы тут сняли 10 или 20, да? Расскажите, сколько человек у вас этим занимается, сколько всего таких ботов, по вашему мнению, и так далее. Это очень большой, сложный разговор, который становится быстротехническим. Но я бы сказал, что главное не выкинуть с купальной водой ребёнка, то есть свобода слова должна оставаться в том числе на социальных платформах. Именно так. И в продолжение, позвольте, ещё один вопрос. Любое регулирование предполагает определённые наказания, применяемые, ну, в том числе, к социальным сетям, к пользователям социальных сетей, но с ними как раз-таки проще. Действительно, если есть какой-то определённый свод правил или там этический кодекс, или как угодно назвать, есть определённый набор деятелей, то есть работников, которые следят за выполнением этих предписаний, с этим всё понятно. Там заблокировали коммент, заблокировали аккаунт. Хорошо. Какие наказания могут быть предложены для предприятий, для владельцев социальных сетей? А это глобальные менеджеры, это компании с капитализацией в сотни миллиардов. Ну, как ты против них, грубо говоря, попрёшь? Ну, давайте действительно отделим ответственность пользователя и ответственность платформы. Для пользователей, для нас, всех, существует абсолютно ясное нам правило. Наша свобода ограничивается только тем, что написано у нас в законах. Мы не имеем права использовать язык вражды, мы не имеем права, ну, какие-то вещи говорить, вот можно открыть закон. Например, я не имею права войти в кинотеатр, когда это ещё можно было делать, и кричать «пожар, пожар», если на самом деле пожара нет. За это есть определённый пункт в Уголовном кодексе. Но, в общем и целом, одинаковое правило для нас действует сегодня на улице и на социальных платформах. Теперь по поводу ответственности платформ, владельцев, ну, платформ как предприятий. Это вопрос сложный. Здесь задача не в том, чтобы как можно большие штрафы наложить, а в том, чтобы создать вообще свод правил, которых на самом деле на сегодня нет. Сегодня есть добровольный кодекс практики, так называемый, к которому присоединились Facebook, Twitter, TikTok, добровольный свод правил, не очень длинный, достаточно абстрактный. И по большому счёту хочу соблюдаю, хочу не соблюдаю. Вот от этого мы должны для начала уйти. И именно к этому ведёт Европейский Союз. Сейчас должен быть более серьёзный документ, который более подробно прописывает, что платформы будут делать, что они не будут делать, как они будут бороться с дезинформацией, как они будут обеспечивать пользователям права пожаловаться, если, например, необоснованно сняли их пост и так далее. То есть для начала нужно договориться о правилах. Потом уже можно говорить, сколько миллионов стоят эти правила не исполнять и так далее. Хотя есть и такие подходы. Например, в Германии есть закон, который определяет для платформ, как быстро они должны снимать с эфира, скажем так, записи, которые противоречат немецкому законодательству. Там не определяются новые правила, что можно, что нельзя. Они традиционные, там ничего не меняют. Но если платформа в течение какого-то количества часов, например, язык вражды не снимает, хотя получила сигнал, ну это будет стоить, да, речь тогда идёт о миллионах, но я бы не забегал вперёд. Сколько будет стоить нарушение, это не самое главное. Нам сначала нужно создать вообще правила. Ну что ж, вот на этом, может быть, мы и остановимся. Надо создать правила. Действительно, мы понимаем, что, наверное, фейковые новости будут существовать ещё дольше, чем вот эта пандемия COVID-19. Так что будем бдительны. Виктор Макаров, представитель Министерства иностранных дел Латвии, был у нас на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо. И мы беседовали о резолюции ООН. Мы направлены как раз-таки против распространения фейк-новостей. Виктор, огромное спасибо, хорошего дня. Что касается фейковых новостей, их распространения, ну сколько существует человечество, мне кажется, столько существует. Это просто модное название фейк-ньюс, потому что, ну, раньше это называлось слухи. Потом это стало называться жёлтой прессой, таблоидами и так далее. А потом появились социальные сети. То есть, да, я с тобой совершенно согласен с развитием технологий. Появились просто новые варианты, и не с ним числа, как говорится, имеем легион. Нет, ну, я просто, больше всего меня беспокоит, что как бы вот в этой борьбе действительно мы не окунулись в новую такую вот реальность, связанную с цензурой, когда вот действительно заряжают вот эти компьютеры. Вот есть боты, о которых Виктор Макаров, которые делают какие-то комментарии, поддерживая дискуссию в нужном направлении. Но есть теперь уже такие вот боты-цензоры, которые просто вылавливают, и иногда до анекдот доходит, что кто-то как раз наоборот указывает на те или иные опасные тенденции, которые есть в какой-то публикации. Из-за этого их, да, потому что, естественно, компьютер не может вычинить и сделать анализ, что же это такое. И он не учитывает контекст. Да, это радикализм или как раз наоборот борьба с радикализмом. Поэтому вот здесь действительно есть опасность, что так все зарегулируют, что в результате нельзя будет и пикнуть, и все это, кстати, приведет к тому, так как вот борьба с отмыванием стресс привела к созданию разных альтернативных финансовых платформ, так будет появляться, так сказать, не знаю, Facebook 1, 2, X, Y с разными названиями. Уже, кстати, появляются разные платформы. И поэтому все равно на каждый роток, как говорится, не набросишь. Не натичешь платок, да. Ну вот, а мы действительно должны уже завершать, тем более скоро у нас впереди новости. Вообще обширная программа на радио Болтком, как обычно. Не переключайтесь. Спасибо. Всего доброго.